Другую притчу предложил он им. Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Враг человека сделал это. Он сказал им. А рабы сказали ему. Хочешь ли мы пойдем выберем их? Нет, он сказал. Чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам. Соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их. А пшеницу уберите в житницу мою. Иную притчу предложил он им. Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так, что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Иную притчу сказал он им. Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Все сие Иисус говорил народу притчами. И без притчи не говорил им. Да сбудется, реченное через пророка, отверзу в притчах уста Мои, изреку сокровенное от создания мира. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И приступив к нему, ученики его сказали. Изъясни нам притчу о плевелах на поле. Он же сказал им в ответ. Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя это сыны царствия. А плевелы сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века. А жнецы суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнутых в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Еще подобно царство небесное сокровище, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает полито. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и сев, хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изойдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Поняли ли вы все это? И спросил их Иисус. Так, Господи. Они говорят ему. Он же сказал им. Поэтому всякий книжник, наученный царству небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Он выносит из его домов новые дарья, как и все.